Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Остановить транспортную реформу. 50 красноярцев вышли на пикет у мэрии с требованием вернуть отмененные маршруты. Мужчины в 65, женщины в 63. В России все-таки увеличат пенсионный возраст. 90% тушенки в красноярских магазинах фальсификат. Какие консервы есть безопасно? Новая звезда российского шоу-биза «Монеточка». Почему 20-летняя певица так стремительно набирает популярность? Сегодня вечером возле здания мэрии прошел пикет против отмены городских маршрутов. Уже второй по счету. Но и в этот раз протестующих пришло не так много. Около 50 человек. Они требовали остановить транспортную реформу. Репортаж с места событий Екатерина Лукашенко. Есть проблемы. Ну пускай с народом общаются. Есть выход. Но не таким путем. Он в целях улучшения обслуживания все услуги. А на самом деле сокращают, убирают авто. Никакого у него улучшения. Вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Поэтому у меня предложения категоричные. А его наказать надо. Не нужен он такой глава департамента. Отправить в отставку главу департамента транспорта и оставить в покое автобусные маршруты. С таким требованием сегодня собрались красноярцы возле здания городской администрации. Напомню, 1 мая в Красноярске стартовала масштабная транспортная реформа, в рамках которой с улиц города исчезнут 10 привычных автобусных маршрута. Схема движения еще 12 будет изменена. В мэрии уже которую неделю говорят, что все изменения вынуждены. Однако происходящее не находит положительного отклика у собравшихся. Я против транспортной реформы. Я за то, чтобы оставили все как есть. Оставили мои любимые маршруты. Не изменяли мои любимые маршруты. Чтобы я садилась и ехала так, как я привыкла. Нет транспортной реформы. Это ужасная транспортная реформа. Ее нужно остановить. Страдают простые люди. Предлагают пересадочную карту, проезд с пересадкой. Зачем мне ваши пересадки, если мне достаточно одного автобуса было? Зачем я должна тратить лишние даже 15 рублей на эту поездку и время на эту пересадку? Мне приходится ездить с пересадками. Но с пересадками очень дорого ездить. Вот у меня на 800 рублей увеличилась сумма на поездки. В общей сложности на пикет сегодня вышли около 50 человек. Были и пенсионеры, и вчерашние школьники. Ездить с пересадками – это по 100 рублей в день. Ну, если честно, такое себе удовольствие. Ну и вот другим людям, я думаю, тоже будет дискомфортно. Первый автобус, 13-й. Через полчаса представителей пикетирующих, группу из шести человек, пригласили в мэрию на встречу с главой департамента транспорта. Он лично выслушал претензии людей. Почему я должна вместо 10 минут, по которым не следовало бы проехать, я должна ехать 50 минут? Ну, вы мне скажите, люди остались на улице. Мы недовольны, что в выпуске 5-й убрали на Павлова. Вы ездили в мою семью. У меня дети учатся в сетмете. Почему мы должны ездить с какими-то дурными пересадками? В ответ Дмитрий Петров в очередной раз рассказал о перевозчиках, которые работать больше то ли не могут, то ли не хотят. Ситуация, по словам чиновника, сложилась такая, что пришлось действовать быстро. Мероприятие пришлось принимать оперативно. И поэтому это все произошло. Естественно, в дальнейшем, как какие-то корректировки, если и будут, то будут обсуждаться в первую очередь с горсоветом и с гражданами на публичных слушаниях. Но эти вещи пришлось сделать оперативно. Еще раз повторюсь. После 10 минут протокольной съемки на импровизированной встрече чиновников и пикетирующих представителей СМИ помещения попросили покинуть. А руководитель Департамента транспорта остался убеждать людей, что реформа пойдет только на благо. Чем закончилась эта встреча, расскажем уже завтра в 20.00. Екатерина Лукашенко, Виталий Суботин. Новости ТВК. Попасть на чемпионат мира еще можно. Буквально через несколько часов на официальном сайте футбольной ассоциации поступят в продажу более 100 тысяч билетов на все матчи. В том числе билеты четвертой категории на удаленные места прямо за воротами. Напомню, менее чем за неделю до главного футбольного события планеты продано почти 2,5 миллиона билетов. Больше всех скупили россияне 871 тысячи, чуть меньше американцы 88 тысячи и замыкают тройку. Колумбийцы оттуда на чемпионат приедут больше 60 тысяч человек. Но если вы не оказались в числе счастливых обладателей билетов, то все обо всех событиях можно будет узнать в новой рубрике новостей ТВК «Какой счет». Дневники чемпионата, об итогах всех матчей сборной России, а также команд гостей чемпионата расскажет Илья Филонов. И Кирилл Горбачинский. Первый выпуск смотрите уже 14 июня. Мемориальная доска первому олимпийскому чемпиону края. Памятный знак сегодня установили на доме, где 5 лет прожил легендарный спортсмен Иван Ярыгин. На Урицкого 124 он переехал с семьей в 1976 году, когда завоевал свое второе олимпийское золото в Монреале. Почтить память знаменитого земляка пришли и молодые спортсмены, и наставник Дмитрий Мендиашвили, и чиновники, и конечно жена Ивана Сергеевича Наталья Ярыгина. Она поделилась, как признается сама, самым сокровенным воспоминаниями о том, как 42 года назад с мужем заехала в новую четырехкомнатную квартиру. Кошку мы не запускали, но ремонт он делал. Мы ремонт делали больше года. Уже такие слухи ходили, что он что-то тут золотые, типа унитазы ставит. А он обои ухитрился из Америки даже привезти. Он такой очень, все в дом, был очень хороший, как бы хозяин. И все-таки это случится в России после многолетних споров и обсуждений увеличат пенсионный возраст. Ожидается, что концепцию пенсионной реформы правительство утвердит на заседании уже в следующий четверг, 14 июня. Об этом сообщает РБК. По данным издания, за основу реформы взят вариант увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. При этом пенсионная реформа не ограничится лишь увеличением возраста. Изменения будут носить комплексный характер. В том числе могут коснуться и льгот при выходе на пенсию. Напомню, сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55. Разговоры о повышении пенсионного возраста в России идут уже давно. Экономисты подсчитали, если реформу не проводить, нагрузка на экономику будет расти, а реальный размер пенсии сокращаться. Несколько лет в правительстве откладывали решение этого непопулярного вопроса, а сейчас после президентских выборов приступили к активным действиям. После прямой линии с президентом сдвинулись с мертвой точки несколько других проблем жителей страны. Накануне Владимир Путин в рамках ежегодного мероприятия отвечал на вопросы россиян. Всего за более чем четырехчасовой эфир президент принял 79 обращений. Среди них не было вопроса из Красноярска, несмотря на то, что в сети размещены несколько видеообращений от жителей нашего города. От края задать вопрос удалось лишь жителю Ачинска. Он озвучил проблему роста цен на бензин. Президент ответил, что стоимость топлива уже не повышается, сдержать рост удалось. В ходе прямой линии глава государства также дал несколько поручений. Сегодня различные ведомства и чиновники уже отчитываются о том, как решаются проблемы людей, обратившихся на прямую линию. Так следственный комитет начал проверку по заявлению жительницы Ярославля. Женщина рассказала, что ее мать была онкобольной и умерла от болевого шока, потому что у бригады скорой помощи при вызове не оказалось необходимых лекарств. Многодетным родителям из Ивановской области в оперативном режиме снизили ставку по ипотеке после обращения к президенту. Власти Алтайского края обещали решить проблему сельской школы, сохранить которую жители попросили во время все той же прямой линии. И это уже традиционное поведение ответственных органов после прямой линии. После того, как вопрос попал в эфир, его сразу решают. Видимо, поэтому такая форма общения с властью так популярна у россиян. Утром на перекрестке улиц Мечникова и Красномосковской на пешеходном переходе женщина-водитель сбила женщину-пешехода. Это видео нам прислали очевидцы. По словам автора видеоматериала, женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, и в этот момент ее сбила машина. Очевидцы вызвали скорую помощь. В ГИБДД сообщили, что женщина получила травмы, сейчас находится в больнице, но ее жизни ничего не угрожает. В настоящий момент сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. Через 12 минут в новостях ТВК расскажем про новый комедийный спектакль в Театре Пушки. На прямое включение с предпоказа постановки Бориса Уварова «Лекарь по неволе». А через 3 минуты о новом поезде «Вадлер», когда отправится к морю дополнительный состав. Продолжение следует... Из жир говядины заменены на сою и загустители. Специалисты объясняют это тем, что ослаб государственный контроль качества. Раньше, допустим, Роспотребнадзор нас проверял, госторгинспекция была, это же было страшно, мы же боялись ее как огня. Она приходит, изымает из торговли и все, и делает анализ, и приходит уже с готовыми анализами, начинает тогда проверку всего предприятия. Ну, как бы, производитель боялся госторгинспекции, потому что это большие штрафы, это все... А здесь, видите, пожалуются, значит, вас проверить, не пожалуются, значит, а люди уже просто махнули рукой. По итогам экспертизы проверку прошла только тушенка одной торговой марки «Честный продукт». В ней все компоненты содержатся в рамках нормы. Худшим оказался продукт «Семейный бюджет». Норма говяжьего мяса и жира там занижена более чем в два раза. Российские железные дороги запускают еще один поезд в Краснодарский край. А Красноярский край занял второе место по закредитованности жителей. Подробнее обо всем в рубрике «Новости коротко». Жить в кредит. Красноярский край вошел в топ регионов, чьи жители отдают по кредитам больше 60% своей заработной платы. Такие итоги подвели в Национальном бюро кредитных историй. В нашем регионе доля таких жителей составила 10% от всего населения края. Выше нас только Оренбургская область, где больше половины своих месячных доходов отдают 11% населения. Из Красноярска до Адлера и обратно он начнет курсировать дополнительный поезд. Свои маршруты туда он совершит 12 и 22 июля, а также 1, 11, 21 и 31 августа. Обратно состав поедет в середине и конце июля, трижды в августе и еще в начале сентября. Узнать подробное расписание и цены на билеты можно по номеру 8 800 775 400. И пока красноярцы едут на юг, жители севера бьют рекорды. На весь край прославился норильчанин, который съел 5 порций шаурмы. Местный павильон устроил акцию, участники которой должны заказать и съесть, что называется, за один присест 5 порций этого блюда. Победителю заведения возмещает стоимость заказа и платит 3000 рублей. Попробовать свои силы вызвались 26 человек, однако до конца смогли выстоять всего лишь трое. Один из них, Сергей, и поделился с журналистами, что даже после такого чудовищного марафона чувствует себя вполне себе нормально, несмотря на то, что в среднем в одной шаурме содержится более 1000 калорий. К другим темам. Голос поколения. Так сейчас называют певицу Монеточку. Ей всего 20 лет, но она уже покорила интернет и сейчас делает первые шаги на большом телевидении. Ее уже называют символом молодежной популярной музыки, даже современной земфирой. Виталий Поляков изучил, почему поколение нулевых слушает именно ее. Красноярская певица Юлия Меркулова напевает трек «Каждый раз. Слова и музыка восходящей российской звезды Монеточки». Юлии Монеточка нравится. Необычное исполнение, забавный голос, один из лучших образцов современной российской поп-музыки. Она прям большая молодец. Не знаю, нужно иметь имидж. А имидж это ее голос. Вот он такой вот детский, такой забавный. И текст, самое главное, смысл. Это очень сильно, ну, за душу берет. Монеточки Лизе Трудымовой только исполнилось 20 лет, но ее уже называют «голосом поколения». Она говорит на одном языке с теми, чья молодость пришла на 80-е, 90-е и нулевые. Она заявила о себе в интернете, когда еще была школьницей. Монеточка выкладывала свои песни под синтезатор и простенькие мотивы «Сейчас я открыта дорога» на самые популярные ток-шоу. Ты обещала маме вырасти, но так ты есть. Сегодня мама знает, ты не рада, но мне правда надо. Лиза поет про то, о чем думает молодежь. Социальные сети, вписки, нехватка денег, пенсии «Ташки», про моду «Любовь» и далекие 90-е. Критики сравниют ее с группой «Тату», «Земфира» и даже с Пугачевой, которые в свое время попали в настроение новых поколений. «Монеточка» в Красноярске выступала в марте. Андрей ее приглашал и устраивал концерт. Говорит, она спокойная, меланхоличная девушка без сумасшедшего райдера. Лиза собрала в нашем городе около сотни зрителей. Сейчас с ней ведут переговоры о новом концерте. «Ты достаточно свежая и необычная на музыкальном небосклоне России. Сейчас небольшая мода вообще на все такое, как сказать, немножечко инфантильное, немного такое постготичное, может быть. Вот такие группы, они не факт, что будут собирать стадионы, но они в тренде». Лидер группы «Ян Эмма» Александр Назаров считает, что пока рано ставить монеточку в один ряд с Высоцким, Цоем или Земфирой. Но все в ее силах, ведь артист – это тоже профессия, которой нужно владеть. «Я имею в виду там туры, клипы и так далее, и так далее. То есть записать альбомы, выложить в сеть может любой, а стать профессиональным музыкантом, наверное, нет». Совсем недавно «Монеточка» выпустила новый сборник «Раскраски для взрослых». Скорее всего, в Красноярск с презентацией альбома она вернется уже этой осенью. Виталий Поляков, Александр Тропин, Михаил Зинкевич. Новости ТВК. Возле царь рыбы появится дом из рассказов Оставьево. В преддверии универсиады краевые власти решили облагородить знаменитую смотровую площадку. По проекту там высадят новые деревья, разобьют клумбы. Четыре павильона с сувенирами уберут в специально построенный дом в виде деревянного сруба, а подъезд к площадке сделают более удобным. Станет проще и маломобильным посетителям. Подъемы и спуски на площадке сделают удобными для передвижения на колясках. По словам авторов проекта, вся зона будет выполнена в Оставьевском стиле, чтобы сохранить отсылки к его всемирно известному творчеству. Все работы планируют закончить в октябре. Тогда же изменится и время работы смотровой. Зимой она будет закрываться в 6, а летом в 9 часов вечера. В Красноярском крае стартовал трудовой сезон старшеклассников. Эту полезную традицию активно поддерживает компания СОЭК. Более 600 школьников из семей шахтеров получат возможность весело и с пользой провести летние каникулы. А накануне в Красноярске прошел слет трудовых отрядов. Подробности далее. Сожидай в среднем районе. Собирай, сделай чище город. Культурное пространство Каменки стало сценой для самых трудолюбивых и талантливых ребят со всех районах присутствия компании СОЭК. С сентября по май многие из них обучаются в специализированных классах с упором на понимание профессий, связанных с горным делом и геологией. Старшеклассники часто ездят в Красноярск на естественно-научные площадки, интернет-олимпиады от СОЭК, сдают сессии, как в вузах, а на лето школьники встают в стройные ряды тимуровцев. Отряд называется «Бригада С». Мы работаем на пользу города, очищаем подъезды. Город приводим в порядок. Во дворах убираемся, даже около школы, всяких зданий таких, как называется, общественных мест. Дети из шахтерских семей приводят в порядок, облагораживают памятники, библиотеки, мемориалы. Также их учат заботиться о тех, кто в этом нуждается. Например, эти яркие футболки с принтом, нарисованным от руки через трафарет. Участники слета подарят детям из детских домов. Для компании СОЭК крайне важно создать комфортную атмосферу на территории, где живут и работают наши трудящиеся и их семьи. Это один из проектов, который как раз такой социальный проект, который дает возможность детям почувствовать себя хозяевами на собственных территориях, в собственных городах. И мы помогаем этому чувству. Уже в общеобразовательных школах необходимо детей рассказывать им о профессии, ну то есть проводить с ними профориентацию, чтобы дети, выходя из стен общеобразовательных школ, понимали, какие будут завтра востребованы профессии, как получить эту профессию, как выстроить свою профессиональную карьеру в дальнейшем. За 14 лет проект по трудовой и профессиональной ориентации краевых школьников стал настолько успешным, что его взяли на вооружение во всей компании. От Кузбасса до Хабаровска молодежное движение охватывает уже больше 10 тысяч подростков. Мария Бухтовева, Владимир Антонов, Новости ТВК. Через 6 минут в новостях ТВК расскажем о магнитной буре, открытой пляже и правилах безопасности отдыха на воде в рубрике прогноза МЧС. Через 2,5 минуты прямое включение с постановки питерского режиссера Бориса Уварова в Театре Пушкина. Лекарь по неволе. Петербургский режиссер Борис Уваров поставил в Красноярске новый комедийный спектакль. Премьера состоится 9 и 10 июня, а прямо сейчас в Театре Пушкина идет предпоказ постановки. Там находится моя коллега Софья Питеркина. Соня, как реагируют зрители? Да, Оля, сейчас прямо вот за этими дверьми в зале проходит предпоказ спектакля «Лекарь по неволе». Сегодня даже не премьера, а в зале «Аншлаг». Зрителям очень нравится, они аплодируют, смеются. Затем мы сейчас, конечно, в зал не можем, поскольку спектакль в самом разгаре, но мы успели немного заранее поснимать. Давайте сейчас посмотрим эти кадры. Стоп, 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 стоп! Давайте все вместе. Давайте, давайте. Согласны? Давайте, пробуем. Три, четыре, и... Несмотря на название, спектакль этот о любви. Он основан на произведении Жанна Батиста Мольера. По сценарию пьяница с Гонорель поссорился со своей женой, она его выгнала. И в итоге теперь ему приходится врать и притворяться лекарем, чтобы заработать и вернуть свою благоверную. Какой будет конец этой истории, вы узнаете на премьере спектакля. Вот почему на него обязательно стоит сходить, я расскажу вам прямо сейчас. Ну, во-первых, это спектакль известного петербургского режиссера Бориса Уварова. Он уже известен красноярской публике, так как ставил четыре спектакля на сцене театра имени Пушкина. Во-вторых, это постановка «Своебразный эксперимент», поскольку здесь смешиваются сразу четыре жанра. Это клонская реприза, пантомима, хореографическая постановка и музыкальная комедия. И это первая постановка подобного рода на сцене театра имени Пушкина. Также создатели обещают, что спектакль будет очень легким и будет интересен как взрослому, так и ребенку, что тоже очень обычно, поскольку на сцене театра имени Пушкина обычно ставят очень взрослые и серьезные произведения. Премьера состоится 9-10 июня в 7 часов вечера в Красноярском театре имени Пушкина. Билеты еще есть, стоимость их от 200 до 1300 рублей. Оля. Спасибо, это было прямое включение из театра Пушкина. Софья Питеркина рассказала о предпоказе новой постановки в театре Пушкина петербургского режиссера Бориса Уварова по Мольеру, спектакль по Мольеру «Лекарь по неволе». И мы продолжаем выпуск. Закрыли без права устранения. В Шарыпове опечатали ТРЦ облака. С проверками в развлекательный центр пришли после пожара в Кемеровской зимней вишне. Специалисты нашли несколько нарушений пожарной безопасности, после чего 25 мая по требованию прокуратуры ТРЦ закрыли и опечатали. При этом временно устранение неполадок владельцам так и не дали. Теперь продавцы не могут вынести из отделов даже скоропортящиеся продукты и цветы. Сейчас фактически мы не можем попасть туда. И также не могут попасть туда ориентаторы, у которых там находится оборудование, даже заказы не выполнены. Эти люди фактически, которые в городе Шарыпово снимают помещение, это люди, я бы даже их не назвала предпринимателями, это самозанятые люди. Это люди, которые вот сами там работают и зарабатывают все на жизнь. Это их единственный источник дохода. Они вот просто плачут сейчас, они не знают, что делать. По словам собственника, устранять нарушение он начал еще до суда, который назначен на 13 июня. Однако сейчас довести дело до конца невозможно. Мы в свою очередь отправили запрос в Краевую прокуратуру, чтобы разъяснить ситуацию, но пока ответа не получили. Прямо сейчас советы по личной безопасности в рубрике прогнозы МЧС. В студии заместитель начальника главного управления МЧС по краю Валерий Терешков. Валерий Ильич, добрый вечер. Вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Предупреждаем, с 10 по 11 июня, с 14 по 16 июня, с 7 до 11 часов утра, ожидается магнитный боли до 6 баллов включительно. Меньше чувствительных водителей предупреждаем, будьте крайне осторожны. Уважаемые красноярцы, предстоящие выходные будут, мы ожидаем сухую ветреную погоду до 26 градусов, а в следующий четверг температура воздуха поднимется еще больше, до 31, но в пятницу, 15 июня, возможен дождь и сильный ветер до 18 метров в секунду. Предупреждаем, при такой температуре возможен тепловой удар. В случае потери сознания, кем-то из окружающих, звоните в скорую помощь или в службу спасения 101 и 112. В связи с жаркой погодой, мы ожидаем ухудшения с пожарной обстановки. Индик с пожарной опасности повысится до 4. Напоминаем, что в крае действует особый противопожарный режим. Не разводите открытый огонь в местах отдыха, например, на озерах. Тем более, что на неделе ожидается сильный ветер. Штрафы за нарушение для физических лиц до 4 тысяч рублей. В случае происшествия и возможной реальной угрозы, звоните по телефону 101-112. Уважаемые красноярцы, призываем всех жителей края, направляющихся к подаему, соблюдайте правила безопасности. В крае уже открыто 5 пляжей. В Именусинском районе, Новосемирадске, рядом с поселком Емельянова и Бобровом лагу. Всего планируется открытие 27 пляжей. Завтра открываются еще 2 пляжа красноярские. Тем не менее, на городских водоемах будут установлены 50-ты знака. Купаться запрещено. На особом контроле пляжа в Абаканской протоке Носеве Отдыха и Осави Татыша воздержитесь от купания. Напоминаем, в прошлом году в воде на Абаканской протоке и водоеме Осави Татыша были обнаружены очень вредные бактерии, содержание которых было прививлено в 7 раз. То есть в воде можно было заразиться гепатитом А, а также кишечными, энтеровирусами и другими паразитарными инфекциями. Те, кто планирует отправиться на озера в Хакасии, сообщаем, что вода там также холодная, около 12 градусов. Прогреются озера не раньше, чем через неделю, вот при такой температуре. Уважаемые красноярцы, будьте крайне осторожны во время сплава по рекам края. Один из самых опасных рек в крае для сплава это мана, ангара, рыбная курейка. Вода большая, пороги и перекаты их имеют третью и четвертую категорию сложностей. Кроме того, помните, что во время сплава запрещено употреблять алкоголь, снимать спасательный жилет, нанять с плода воду. Зарегистрируйтесь в туристическую группу, вы к спасателю. Телефон здесь у вас на экране. Уважаемые красноярцы, еще раз призываем, будьте крайне осторожны при выезде за город. С начала сезона опасные населения, это имеются клещи, поразили уже более 4,5 тысяч человек. На прошлой неделе это показатель будет 3300, а в России 175 тысяч. Особо опасные окрестности Академгородка, Ветлужанка, плодово-ягодная станция, парк флоры и фауны, ровят ручей на территории заповедника Столбы. Кстати, заповедники только за эту неделю спасли более 5 туристов и помогли им избавиться от укуса клещей. Сдать клеща на исследование можно по адресу сопочный 38, телефон у вас на экране. Уважаемые красноярцы, поздравляем всех с наступающим главным государственным праздником нашей страны, Днем России. Всем здоровья, оптимизма и смотрите прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК в это же время. До свидания. Это была рубрика прогнозы МЧС, а далее на канале ТВК информация о погоде и курсе валют. Редактор субтитров А.Семкин